Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас хочу рассказать вам о накопившихся пустых баночках. Традиционно в таком контейнере они у меня лежат. Ну и начнем, наверное, все по порядку. Закончилась вот такая вот пена для ванны от... По-моему, это от Эйвона. Сейчас скажу, от кого это. Так, пардон, сразу затупила. Да, это от Эйвона. Мне подарили это когда-то, сто лет назад, с магнолией пенится. Честно говоря, не могу сказать, что супер как. Ну, чтобы была какая-то видимость пены в ванне, я ее использовала. То есть у меня уходила буквально там, у меня на три применения ушла вот эта банка, потому что она не очень хорошо пенится. Дальше закончился такой вот гель для душа. Он, я сейчас смотрю, с какими-то даже частичками скрабирующими. Вот такой вот от Невея. Ну, честно говоря, ничего особенного. Душ как душ, гель для душа как гель для душа. Пахнет вкусно, с каким-то балийским цветком и маслом. Ну, в общем, супер какая-то ухаживающая штука должна быть. Ну, обычный гель для душа, ничего сверхъестественного. Дальше гель для душа. Мой любимый релепетит Мерселье с цветком апельсинового дерева. Обожаю этот аромат. Ничего не могу плохого сказать. Мне нравится, что у него есть небольшая доля увлажнения, но и запах. То есть вот какого-то суперэффекта я не жду. Я наслаждаюсь, скажем, запахом вот именно этого геля для душа. Дальше закончился бальзам-ополаскиватель для нормальных волос от Пантин интенсивное восстановление. Такой вот. Тоже я люблю запах пантиновских шампуней, пантиновских... Что-то я какая-то лохматая сегодня у вас. Пантиновских гелей для душа. Ой, не, не вру. Вру. Не гели для душа, а этих всяких ополаскивателей. Вот. Но у меня вот эта штука ушла буквально, я не знаю, за применение 5, потому что ополаскивателя я на волосы огромное количество все время использую. Не особо заметила какого-то супер, не знаю, увлажнения, восстановления. Единственное, что после любого, в принципе, ополаскивателя волосы, конечно, становятся мягче. Это однозначно. Чем просто... Чем просто... Чем просто... Закончился с крапивкой, бальзамополаскиватель, укрепляющий от чистой линии. Ну, тоже достаточно часто пользуюсь, потому что радует цена. Так, опять гель для душа закончился такой. Вот еще один есть. А потом вот такой вот мужской, но пользовалась я. Этот шампунь для... Значит, для мужчин. Ультрадок, зеленый чай и грейпфрут. На самом деле, я его взяла себе. Потом смотрю... Ой, для мужчин. Ну, ладно, я попользуюсь. Вообще, в принципе, в мужских шампунях содержится достаточно небольшое количество ухаживающих средств, поэтому они достаточно легкие, и волосы после мужских шампуней обычно более объемные, потому что все ухаживающие средства, как бы то ни было, они утяжеляют волосы. В женских шампунях очень много этих ухаживающих средств набухано, а в мужских нет. Поэтому, если вы хотите там, конечно, не суперобъем мгновенно, но чтобы волосы более легкие были, пользуйтесь мужскими шампунями, абсолютно любыми. Там мало ухаживающих каких-то средств. Вот я таким пользовалась. В принципе, ничего, пахнет вкусно. Вот, дальше закончился уже для женский шампунь для волос восстановления, питания, масла авокадо и карите. В целом понравился, хорошо очищает волосы. Достаточно, ну, нельзя сказать, что супер как увлажняет, но что-то он делает. Пахнет действительно вот как, вот карите очень пахнет. Авокадо не пахнет, вот в основном карите. В принципе, ничего, такая серия не очень дорогая, достаточно хорошая. Почему нет? Дальше, дальше, а, вот еще один такой бальзам-уполаскиватель закончился от чистой линии. Закончился мой скрабик любимый, но сейчас у меня на смену пришел ему скраб от корейской марки. И вот, поэтому я уже пользуюсь в основном тем, вот такой у меня второй бум, второй у меня уже такой стоит, уже я им не пользуюсь. Дальше, сейчас что-то упадет. Не падай, не падай. Вот, дальше закончился такой вот шампунь. Это, наверное, из этого, да, это из глэмбокса. Блин, что я все нюхаю? От лекситана шампунь. Три раза я им попользовалась, на четвертую у меня зажирнил волосы. Мне нужно было поменять шампунь, чтобы у меня перестали волосы жирниться. Потом попользовалась опять уже нормально. То есть, больше трех-четырех раз я не могу вот таким шампунем пользоваться, он мне жирнит волосы. Вот, так что вот такой вот красненький отзыв. Еще один скрабик закончился. У меня их много. Дальше закончился вот такой вот пилинг, бодипилинг, медовая корица от Organic Shop. В принципе, ничего, но очень неэкономная штука. Ой, все, все нюхаю. И все-таки мне не нравится запах меда. Я раньше вообще не любила мед, потом вроде как его полюбила, но вот в плане еды. Но в плане, вот если в каких-то ухаживающих, уходово в какой-то косметике содержится мед, все-таки мне как бы он не идет, я не могу. Этот запах не нравится мне. Плюс тут еще он с корицей намешан. Скрабирует хорошо. Именно вот даже пилинговый эффект он оказывает хорошо. Но вот запах, не знаю, есть много у этой марки других и пилингов, и скрабиков, которые могут это абсолютно легко заменить. Дальше вот такая вот паста закончилась. Девочки, если вы хотите хоть как-то, хоть на миллиметр отбелить свои зубы, пользуйтесь вот такой пастой. Это единственная паста, которая мне отбеливает зубы. Она не прямо что отбеливает на ура, то есть что голливудская улыбка становится, но какую-то часть отбеливания, по сравнению, например, с белендометом, с колгейтом, с каким-то там черным жемчугом, это все не отбеливает. А вот президент, она именно вот черная, это серия здоровая белизная свежесть, она именно идет на отбеливание. Еще есть маленький такой тюбичек, экстремальное, скажем так, отбеливание, потому что там очень много абразивных частиц содержится, и этой пастой нужно пользоваться вообще один раз в неделю, потому что она очень жесткая. Но вот этой как бы постоянно пользуешься и чуть-чуть отбеливающий эффект есть. Это вот единственная паста, которая как бы каждодневная, которая единственная делает отбеливающий эффект. Я, кстати, вот у стоматолога своего говорю, вот я пользуюсь этим президентом, я говорю, она действительно вот отбеливает. Она говорит, да, это вот одна из немногих паст, вернее, даже одна, наверное, паста, которая действительно оказывает отбеливающий эффект. Я не знаю, как Локолюд вот еще рекламирует, но вот это как бы действительно я на своем опыте убедилась, что действительно она отбеливает. Вот это именно черная президентовская. Ну и дальше еще чуть-чуть осталось, у меня мало достаточно баночек, но я решила не копить их. Закончилась вот такая, вернее, использовала я несколько таких масок, но расскажу одну, покажу. Крио маска, у меня такой же серии маски есть под глаза, мне они нравятся, они хорошо убирают круги под глазами, темные круги, усталость, вот такой взгляд усталости хорошо убирают. А вот эту я решила попробовать еще и на все лицо. Крио маска для лица, сияние цвета, сужает поры, выравнивает рельеф кожи. Она тканевая, на все лицо наносится, вот и на шею даже. Вот. Достаточно хорошо она выполняет свои свойства, но нужно 2-3 раза в неделю ею пользоваться. 15-20 минут держите на лице. Она мне понравилась тем, что действительно свежий вид потом, то есть она какие-то, может быть, отеки, еще что-то, она как-то подтягивает кожу, и кожа более такая свежая и равномерная становится. То есть вот эта маска, что для глаз, вот такие идут маски, что для лица, именно вот с таким кубиком, как бы, льда, они все the best. Причем она стоит, я скажу, рублей 100-150, по-моему. Конечно, если постоянно ими пользоваться, можно разориться, но, в принципе, она того стоит. Дальше закончилась маска вот такая вот. Ну, тоже использовала я ее от марки, ну, это не конкретно от марки ВОВ, но это корейские маски для лица. Про них я уже много воспевала своих хвалебных воспеваний. Вот. Люблю именно вот эту маску, больше всего люблю, потому что делает она свежий вид лица очень быстро, пахнет вкусно. И стоит 35 рублей, то есть соотношение цены-качество 10 с плюсом. Вот. Ну, собственно, это все. Это все пустые баночки. Достаточно немного, но чтобы вас не загружать. Вот. Всем спасибо за внимание. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Всем пока-пока.